Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Дмитрий Фреско. Эдакое на природе я люблю, а еще больше мне нравится что-нибудь эдакое на природе приготовить. Правда, одно маленькое, но очень важное замечание. Так как процесс чаще всего происходит в спартанских условиях, то чем-то сложным заморачиваться мне не нравится. Поэтому сегодня я вам покажу простейший вариант, правда, довольно-таки необычный для дачи. Это будет мясной, назовем его торт, с гарниром, приготовленным так, как это делают на Канарах. Короче, опять немного испанской кухни. Поехали! Так как готовится все будет на углях, надо сначала их раскочегалить. И в очередной раз возношу хвалу инженерам Вебера за их совершенно офигительный стартер для угля. Я с содроганием вспоминаю, с каким геморроем я раньше разжигал уголь. Какие-то жидкости для розжига, щепочки, опахало, застрелиться. Здесь же кому бумаги побольше, насыпать угля ведро и 15-20 минут подождать. Да, есть, конечно, в этой штуке минусы. Если уголь мелкий совсем, то он через решетку на дне этого ведра просыпается. Но, к слову сказать, я ненавижу мелкий уголь. Горит неравномерно, плохо, с ним не угадаешь. Короче, даже если вас жаба душит покупать эдукую конструкцию, найдите какого-нибудь умельца, закажите, чтобы он вам сделал. Мировая вещь. Ну, пока улья разгораются, займусь фаршем. Это вот у меня обычный фарш из свинины и говядины. Его надо заправить как минимум луком и чесноком. Лук нарезаю мелким кубиком. Не надо его пропускать через мясорубку или крутить в блендере. Моментально разделится на луковый сок и жмых. А луковый сок сделает фарш жидким. И не позволит внести в него еще жидкости. А теперь чеснок. Количество лука и чеснока выбирайте на свой вкус. Как на любимые ваши котлеты. Нет, я, конечно, в описании видео пропорции свои укажу. Но не факт, что наши вкусы совпадают. И чеснок отправляется сюда же. Естественно, надо приправить все солью и перцем. Впрочем, вы можете, кроме перца, добавить и других пряностей на ваш вкус. Только заклинаю, не надо покупать уже молотый перец. Он выдыхается моментально. А свежемолотый имеет совершенно фантастический аромат. Теперь дело за разрыхлителем. В этом качестве может выступать хлеб, отваренный до полуготовности рис, натертая на терке картошка и даже кабачок. Я использую панировочные сухари. Еще добавлю яйцо. Оно совершенно не обязательно, но если вдруг вы переборщите с разрыхлителем, то оно выступит в качестве связующего элемента и не позволит готовому мясному тортику развалиться. И надо добавить жидкости в фарш, чтобы готовое блюдо было сочнее. И раз уж мы собрались на даче, то я думаю, вполне можно сегодня немного злоупотребить. Добавлю фарш пива. Из расчета примерно 10% от веса фарша. И надо хорошенько перемешать. А чтобы готовое блюдо не было волосатым, одену вот такие замечательные перчатки. Удобнейшая штука. И чего я раньше ими не пользовался? Приступим. Вот так. Отлично. А теперь надо подготовить форму для запекания. Я воспользуюсь готовой алюминиевой. И выстилю ее вареным копченым беконом. Домашнего приготовления. Он гораздо вкуснее магазинного. Тут даже сравнивать нечего. И я вам уже даже показывал ролик про его приготовление. Обычно в этот момент я говорю что-то вроде как готовить подобный бекон. Я вам уже показывал. Вот в этом ролике. Щелкайте, смотрите, если пропустили. Однако на канале появились зрители, которых раздражает, что я рекламирую видеть ли свои ролики. Это что получается? Я уже на своем канале свои же ролики порекламировать не могу, что ли? Замаешься искать на ютубе, соображать, какой именно из беконов, которые я показывал, кстати, здесь использую. Мясной торт подготовил. Теперь насчет картошки. Для этого блюда лучше выбирать некрупную. А если у вас есть молодая, вообще отлично. Тоже лоток. Воду сюда. Как готовят картошку на Канарах? Ее варят в морской воде. Канары, если вы не в курсе, омываются Атлантическим океаном, а его соленость достигает примерно 35 грамм соли на литр воды. Понятно, что Атлантического океана у вас под окнами, скорее всего, нет, поэтому приготовим морскую воду в домашних условиях. На пол-литра воды выйдет вот примерно такая столовая ложка с небольшой горкой. Угли разгорелись. Давайте приступать. Высыпаю их только на половину гриля, потому что мясо мы будем готовить не на прямом жару. Теперь решетку. Вот так. Непосредственно над углями размещу картошку. Так. Горячо. А мясо чуть в стороне. А то может подгореть. Закрываю крышкой. Дождусь закипания воды в картофельном лотке. И тогда уже и мясо другим боком поверну. А вообще все то же самое можно приготовить и в духовке. Конечно, без аромата дымка, но тоже будет неплохо. Так что, если вас от дачи отделяют многие километры, не тушуйтесь. Подождем. Все закипело отлично. Мясо можно развернуть. Главное, не обжечься. Вот так. Вы видите, бекон начал заворачиваться. Слишком большой жар сверху. Укрою его фольгой. Вот так. И накрываю крышкой. И вот, кстати, если вы видите, что в процессе готовки уголь заканчивается, вы не угадали с его количеством, а блюдо еще не готово, то имея стартер подобного типа, прерывать готовку совершенно не обязательно. Рядышком его на камушках поставили, свеженького угля насыпали, запалили и добавляете прямо в процессе. Очень удобная штука. Да, и насчет картошки. Извините. И насчет картошки. Хорошо бы, чтобы вода почти полностью выкипела и соль, которую мы добавили, выступила кристалликами на поверхности. Это будет классно. Ну, будем надеяться, что жару угля для этого хватит. Все готово, и это радует. Картошка, как вы видите, вся покрыта выступавшей на ней солью, что и требовалось от нее. Сейчас я ее слегка раздавлю. Вот так вот. И вот в эти вот получившиеся трещины надо добавить ароматного, пахучего, оливкового масла холодного отжима, экстра-верджин. И лимона, лимонного сока. Вот так вот. Это необычное сочетание, но это очень вкусно, поверьте. Естественно, как любой дачной еде полагается, ну, как минимум, огурцы и помидоры. И помидорки. Вот этот сорт мне очень нравится. Ну что, попробуем устроить натюрморт. Парочка картофелин, помидорок, парочка ломтиков огурца. Ну и попробуем взрезать этот мясной торт. Так. Отлично. И мяско. Какая красота. Вот такой натюрморт получился, как альтернатива дачному стандартному шашлыку. Давайте пробовать. Так, что там с мясом у нас? Посмотрите только на это чудо. Дымок, бекон. Ой, обалдеть. Классно. Картошечка пропитанная лимонным соком и оливковым маслом. Канарцы понимают толк в сладкой жизни. Ммм. Великолепно. Я считаю, это отличная альтернатива надоевшему шашлыку. Жить хорошо. Спасибо за компанию. Всем пока. Вечно недовольные, надеюсь, уже отключились. Поэтому вам показываю ссылку на ролик с беконом размещу в описании видео. Только не рассказывайте этим, хорошо? Ну и ладно, я вот здесь вот повешу. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok